Привет, гору, и добро пожаловать в очередной эпизод. В этом видео посмотрим на графики по биткоину, по эфиру, заглянем на фондовый рынок, NASDAQ, в общем, конкретно, смотрим биткоин, эфириум, альткоины и NASDAQ. Смотрите мои видосы, учитесь. Эти видео я записываю уже 4 года каждый день. Зрители зовут меня Настрадамус, и тысячам людей я помог стать мультимиллионерами и миллионерами. Я покажу вам эти комментарии. Ну а теперь давайте перейдем на графики по биткоину. Открываем трейдинг вьюм, и видим, что рынок красный. Покет минус 4,2%, Ворлдкоин минус 4%, Бенби минус 2,3%, Биткоин минус 1,7%, 63,134%. Близко подошел к моей заявке, которую я ставил на 63 тысячи на Bybit, и не работает нисходящий клин. А я раньше предупреждал и ставил заявки на 63,58, потому что восходящий клин, из которого биткоин вышел вниз, а дальше там был нисходящий клин. И похоже, что он все-таки не отработал, потому что биткоин вниз идет, и близко подошел к моему ордеру, который я ставил на 63 тысячи. Я ждал несколько недель, пока сработает эта заявка. На балансе у меня 585 тысяч 900 долларов. Проседает баланс там. Минус 5 тысяч за сегодня. Посмотрите, биткоин опустился на 63,123. У меня заявка на 2 биткоина стоит ровно на 63 тысячи. На 5 биткоинов по 58 я поставил. И на полмиллиона дуджкоинов на 0.094. Посмотрим. Сработает, не сработает. 63,123. Пока что так. Уровень поддержки. Но не видно никакого отскока. Не разворачивается. Оставляю заявку на 63. Пусть активируется. И дальше следующая на 58. Но это не очень хорошо. Потому что здесь нужно было увидеть выход вверх из этого нисходящего клина. Потому что если бы мы вышли вверх из этого восходящего клина, мы бы тогда сделали перевернутую голову и плечи. Перевернутая головой плечи тогда была бы. Но сейчас биткоин вниз идет. И если все-таки выйдем вниз из этого нисходящего клина, то тогда не будет никакой перевернутой головы с плечами. И тогда получается, что этот бычий паттерн не работает. Но я всего этого ожидал. Я все в марте продал. А дальше ожидал, что биткоин пойдет на 58. Почему? Потому что желтая трендовая линия. И похоже, что биткоин снова идет к этой желтой трендовой. Вот здесь все продал. Продал я все. А потом я перезашел. Хорошо так перезашел на падение. Смотрим на Bybit. 585 900 долларов. Ну это... Да что это? Минус 5000 это... Минус 5100. Получается, я теряю после того, как перезашел. MCRT на 85400. Биткоин на 80600 долларов. Минус 1.6. Юнисвап на 52100. Ворлдкоин на 34900. Минус 4%. Покет минус 4.2. На 12700 у меня Покет. Мои заявки на покупку... Да, моя заявка на покупку на Покетсе на 4 цента стоит. И также заявки на деривативах. На 2 биткоина по 63. И похоже, скоро активируется эта заявка. Хорошо, давайте снова вернемся на график. Четко двойная вершина. Чик, чиджик. Нехорошо. Основная поддержка. Нет поддержки аж до этого уровня. Дерьмецо. Да. Но все-таки есть уровень поддержки какой-то, я бы сказала, вот здесь. Я не думаю, что биткоин упадет ниже, чем 52, честно говоря. Потому что в противном случае тогда начнется... Что-то начнется. Но двойная вершина на недельном не очень хорошо. Лучше покупать на уровнях поддержки. А уровень поддержки это 59 и 51. Но на самом деле 51 это даже не поддержка. Поддержка ниже. 49. Там прям суперсильная поддержка. Но я не думаю, что биткоин опустится ниже, чем... Прям вот сейчас предсказываю, слушайте. Не опустится биткоин ниже 48. Никогда. Но только если какие-то уже глобальные катастрофы будут. Третья мировая война, например. Или что-то такое. В другом случае, если не будет каких-то кризисов, то абсолютное дно на биткоине это навсегда уже 48 тысяч. Потому что очень сильная поддержка на этом уровне. Смотрим в историю. 21-й год. 24-й год. Тоже была реакция на этом уровне. Поэтому сильный уровень поддержки для биткоина. Но если будет какой-то мировой кризис, то тогда может быть и этот уровень пробьем. Но видите, что здесь двойная вершина и желтая трендовая линия. Желтая трендовая тоже поддержка. Поэтому оставляем все ордера. Близко уже биткоин подошел, чтобы активировать заявки на 63. А что, почему такое падение на биткоине? А давайте на пятна... А давайте даже на минутку опустимся. Минутный таймфрейм. Посмотрите, какая распродажа была. Видите, да? Это случилось в 6.36. А сейчас 7.02. А это случилось в 6.36. А сейчас 7.02. 6.36. Значит, примерно... Примерно полчаса назад. И посмотрите, что... Обычные объемы... Сколько? 8-10 биткоинов. 15 биткоинов. А здесь... Полторы тысячи биткоинов. Видите, да? 10, 8, 14. Сейчас, например, торговые объемы... 54, но побольше. Но это объемы на покупку заходят. Но вот здесь были объемы на продажу. Полторы тысячи биткоинов. 500 биткоинов. Это было продано. И заходят объемы на покупку. Хорошие такие. Вот смотрите. 229 биткоинов. Но давайте на 15-ти минутку поднимемся. Здесь тоже видим эту распродажу. Но объемы все еще низкие. Если сравнивать... В прошлый раз, когда биткоин опускался на 63 тысячи, там объемы были больше. Не удержится биткоин на 63. Не удержится. Херня. Но здесь-то уровень поддержки... Очень хорошая поддержка. Март. Апрель. Хорошая там поддержка. На 63. Но объемы... Я не думаю, что биткоин все-таки удержится. Почему? Потому что в прошлый раз, когда биткоин тестил 63... Видите? Это было 21-го числа. Посмотрите, какие были торговые объемы. Сколько биткоина покупали. Смотрите. 3000 биткоинов. 10 000 биткоинов. 14 000. 9 000. 4 000 биткоинов. А сейчас... 8 000. 6 000. 1 000. 3 000 биткоинов. 300-400 биткоинов. Это... Только половина этих объемов, которые были раньше. Даже меньше, наверное. Всего треть от объемов, которые были тогда. Да. Но правда, если биткоин сейчас развернется... На хороших торговых объемах... Давайте на минутку вернемся. Если залетят объемы сейчас... Хорошие. То тогда, может быть, будет памп. Но, честно говоря, мне не нравится ситуация, которую я вижу. Нет хорошей реакции на 63... Я, пожалуй, отменю эту заявку. На 63 000. Не нравится мне, какой слабый был отскок от... 63 000. Это ужасно. И рынок идет вниз. Альткоины падают. На этом падении биткоина... Падают и альткоины. Но... Что интересно... Альткоины падают, но не сильно. Ну, там 2-3% падают, и все. Альткоины не проваливаются. Ну, разве что, кроме Покета. Покет летит в никуда. Ворлдкоин. Ну, вот смотрите. Ворлдкоин, например. Не сказать, что прям сильно упал. Вот он опускался на 2,5 доллара на прошлом падении биткоина. На 2,48. В этот раз опустился на... На 2,90. Так что альткоины перестали падать. Видите, начинают нащупывать дно. Слишком уже перепроданы альткоины. Вот с тех пор, как я продал ворлдкоин в марте... 12 долларов. Опустился на 2,80. Он уже супер-супер-супер перепродан. Да и многие так альткоины тоже. Хорошо, что мы все продали раньше и зафиксировали прибыль. Всех поздравляю с этим. Биткоин на 63 тысячи долларов. А уже даже ниже. 62 тысячи 937. Давайте наблюдать, как биточек летит в пропасть. И смотрим, как отреагирует рынок. Пробили отметку 63 тысячи. У меня бы активировалась заявка на 63 тысячи, но я ее отменил. Очень важно, как отреагирует биткоин на этом уровне на 63 тысячи. Но я отменил заявку на 63. Я думаю, что лучше зайти ниже. На 58. Потому что на рынке слабости биткоин идет, похоже, туда. Прямо сейчас тогда быстро нужно уже выпускать это видео. Осталось только напомнить, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео полезные ссылки. Один – это биржа, на которых можно зарегистрироваться, торговать. На Бэйбит регистрируйтесь, получайте бонус до 30 тысяч долларов. Два – проходите мои курсы по криптотрейдингу, учитесь техническому анализу. И три – присоединяйтесь к моему телеграмму. Быстро надо загружать этот видос. Уже тогда альткоин и эфир посмотрим в следующем видео. Я отменил заявку на 63 тысячи. Всех люблю, обнимаю. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Быстро выпускаю видос. И увидимся с вами за... Если биткоин сильно упадет, я подберу. Если альткоины посыпятся, прям супер паника на рынке будет. То хорошее время покупать альткоины тоже. Но я уже что-то успел подобрать раньше. Посмотрим, как поведет себя биткоин. Удержится или упадет. Продолжение следует...